Новым составом правительства Севастополя в короткие сроки согласован график реализации федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя по всем объектам. Сформированы 28 приоритетных проектов. В первую очередь, это объекты социальной сферы. Реализация ФЦП предусматривает строительство и реконструкцию объектов в различных сферах жизнедеятельности города, таких как жилищно-коммунальное хозяйство, транспортная дорожная инфраструктура, образование, здравоохранение, объекты туристического кластера и рекреации. Речь идёт о строительстве двух школ, пяти детсадов, пяти пирсов и портовых сооружений, пяти модульных амбулаторных пунктов и двух лечебно-диагностических центров, комплекса канализационных очистных сооружений Южной, кольцевого газопровода высокого давления, а также трассы Таврида. Коснулся Дмитрий Гладский и реализации федеральной целевой программы в 2016 году. В настоящий момент времени в рамках той редакции федеральной целевой программы, в которой мы сейчас существуем, предполагается реализация 37 объектов с общей суммой финансирования 1 миллиард 169 миллионов рублей. Послан Дмитрия Гладского в правительстве России сейчас рассматривают проект, который позволит добавить к 37 объектам ещё 9. Для этого будет выделено дополнительно ещё почти полмиллиарда рублей. Практически по всем объектам уже утверждены подрядчики. Всего же по федеральной целевой программе до 2020 года предусмотрена реализация 107 объектов на сумму чуть более 40 миллиардов рублей. Общий объём при этом финансирования федеральной целевой программы по городу Севастополь на 2017 год составит 10 миллиардов 814 миллионов рублей. Общий объём финансирования в 2018 году составит 12 миллиардов 203 миллиона рублей, в 2019 году составит 9 миллиардов 518 миллионов рублей и в 2020 году составит 6 миллиардов 619 миллионов рублей. Правительство Севастополя продолжает выстраивать системную работу по улучшению качества жизни горожан и строительству социально значимых объектов. Во многом благодаря связям в Рио губернатора Дмитрия Овсянникова в федеральном центре по 11 социальным проектам удалось добиться переноса сроков работы выделения финансирования с 2018 на 2017 год.